Девушки отдыхают И это вообще странно Потому что даже в церквах бывают иконы вышитые в убранстве храма Потом материал вполне достойно традиционный Если бы вы посетили какой-нибудь русский музей Ну хоть музей Андрея Рублева Вы увидите там вышивку времен там с 15 века сохранившейся Но если наши цари и императоры делали вклады в виде вышивок А многие царевны и царицы считали за честь По нескольку лет иногда до 10 лет вышивать какое-то священное изображение Чтобы потом это за упокой души передать монастырю Возьмите книги русское церковное ткачество вышивка Существует сотни лет Ну неужели сотни лет люди занимаются грехом? Что-то какое-то я даже не могу понять этот вопрос Вот так не совсем обычно я начинаю сегодня свое видео В начале этого видео ответ протеерия Дмитрия Смирнова На вопрос грешно или не грешно вышивать иконы Но это ответ отца Дмитрия Не все священники отвечают одинаково Кто-то четко объясняет там внизу ссылочка Я еще поставила, включила вернее Можете посмотреть, если кого интересует протеерей Владимир Головин немного по-другому отвечает Что не всем можно вышивать Но мое желание вышить икону неувидаемый цвет Оно остается при мне Я вам показываю В этом видео я покажу вам Что я купила Какой набор Мое желание еще остается Во время Великого Поста Я с соблюдением всех правил Конечно постараюсь С благословения Я постараюсь все-таки Вышить Эту икону По ходу этого видео Я вам буду рассказывать Вы уже поймете Почему я ее хочу Вышить Когда-то я Забегала в церковь только Как на экскурсию Или просто поставить свечку И даже не понимая Глубоко не осознавая Для чего это все делается Но, как говорят Господь заставит Рано или поздно Прийти К нему И обратиться к нему Не хочешь ножками Или То приползешь на коленях Вот такой период В жизни был у меня Ну давайте Далеко так не будем Уходить уже Я не этого хотела коснуться Это другая Моя Страница моей жизни С чего я начала Вышивать Начала я вышивать С Николая Чудотворца Это был 2013 год Я зашла к своей знакомой Увидела, что дочка У нее Именно эту Как раз вышила Эту икону Она была такая Золотистая Ну там Большинство преобладает Такого Бисера золотого цвета Такая она красивая Я знаю, что Мне когда-то Говорили, что Покровитель У меня Николай Чудотворец Я очень хотела Вышить именно свое Ну и как раз Опять же Все-таки Чуточку Но коснусь Как раз я искала Себя В тот период Я уволилась с работы Ушла на пенсию И мне нужно было Что-то чем-то Себя занять Вы не поверите Для меня Та, которая Бисер только держала В руках И ниточки В школьные годы Когда я купила Эту икону Я прибежала Естественно Все тут Пораскрывала Все В упаковочке Поразобрала Давай все эти Бисер по баночкам Раскладывать Но Был Был период Как раз Празднования Пасхи Нельзя было Ну я же не знала Какие там законы Какие еще Но я понимала Что нельзя было Это Тем более Я ходила В тот период В церковь Я дождалась Еле-еле Когда пройдет Больше недели И начала Вышивать Опять же Вот Скажу Что вы не поверите Но я ее вышила За две недели Я не знала Как правильно Рулончиком Сворачивать Эту Эту конву Нанесет Ну это Она же С нанесенным Рисунком Была такая Я еще Боялась Как бы Дотрагиваться Боялась Чтобы лицо Там не проколоть Руки не проколоть Лицо Я имею ввиду Иконы Потому что Лик уже Нанесенный На пяльце Я боялась Потому что Деформируется Вот Или канвай Или еще что-то В общем Приспособилась Как-то И вышла Вышла Я была Так рада У меня было Столько гордости Что я вышла Эту икону Ну естественно Я забыла вам сказать Что я И благословения Просила И Освещала Я эту икону Остробрамская Икона Она считается Редкой Поскольку Здесь Божья Матерь Она изображена Здесь видите Как в одиночестве Без младенца Со склоненной Головой И с крещенными Руками Это не на каждой Иконе Так она изображена Ну и вот В общем-то Православные Верующие Они считают Что этот жест Означает Что Момент Это когда Божья Матерь Встречает Благую весть У нее на голове Очень красивая Такая корона Вокруг головы Такой красивый Нимб Вот обратите внимание Есть таких С длинных Лучей Со звездами Внизу у нее Такой полумесяц Она молится Вот перед горой С крестом В общем Это Еще раз повторю Эта икона Она выделяется Своей красотой Таким богатым Убранством Вместе с этой иконой Я купила Спас Вседержитель И вы не поверите В тот период Когда я купила Мне сообщает Дочь Что она Выходит Замуж Тут позвонил Ее жених Попросил у нас руки Вот И свадьбу Они оказывается Уже подали заявление И свадьба Вот-вот Должна была быть В этот же период Сообщает И племянник Мой крестник О том Что он тоже Женится И именно В этот же день У них в один день Была свадьба Только в разных городах Вот На тот момент Эта икона У меня практически Была почти довышита И другой иконы Не было у меня В этом Купать я не хотела И хотела подарить То, что своими руками Вышито В общем Я ей подарила Вот эту Богородицу Остробрамскую А своему племяннику Вот Господь Вседержитель Вот Прошли значит Свадьбы уже Я уже вернулась домой Желание мое Вышивать бисером Я настолько уже Приловчилась потом Очень удобно Рулончиком Сворачивала Я уже знала Что надо сверху Икону вышивать Потому что Стала много читать Слушать Как это все правильно Делается Вышила я потом Старшей дочери Милующую Очень тоже Красивая икона И все это Кроше Племянницы Своей вышила Покрова Очень нежную Такую Красивую Потом Посмотрите Я как раз Сейчас показываю Смотрите Какие Ну естественно Брата Я своего не обошла Брату Вышила Такую небольшую Иконку Подруги на юбилей Вышила Потом Меня попросила Женщина С которой мы Лежали в больнице И я Конечно Сразу Отказывала Потому что На заказ Я не хотела Вышивать Но она меня Уговорила Как она меня Просила Девчонки Правда Вот Я Согласилась Я ей вышила Иверскую Икону И вот У меня Получилось Вот такое Вот Количество Много Я не стала Их считать Сколько Они Ну вот Насколько Я помню Я вам рассказала Сколько Икон Я их вышила Но я Их одним Прям Вот Махом Как-то Быстро Они у меня Вышивались Легко Очень Не было Каких-либо Трудностей Я В этот Пеют Исповедовалась И Конечно Просила Благословления Я просто Уже Не повторяюсь Конечно Ну уже Ладно Не обессудьте Меня Пожалуйста Потому что Эта тема Такая Очень Тонкая Очень Трепетная Очень Такая Глубокая Какая-то Поэтому Тут Без волнения Никак Не Расскажешь Это Сугубо Такая Личная Потому что Даже Решится Вышивать Икону Это Не Каждая Вышивальщица Я знаю Что Очень Многие Не Решаются Вышивать Ну Вот Я Решилась Я Нисколько Не Раскаиваюсь В том Что Я Все Таки Вышила Столько Икон Ну 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 Вот И Вернусь К Этому Неувидаемому Цвету Я Вот Хочу Попробовать Именно Мозаикой Настолько Эта Икона Очень Красочная Она Одна Из Тоже Из Красивых Икон Этой Иконой Благословляют Невесту Благословляют Новобрачных Вот Обращение К этой Иконе К Богородице Дарит Понимание Между Близкими Людьми Способствует Решению Их Проблем Которые Нередко Возникают Между Супругами Вот Помогает Сохранять Их Любящие Отношения Матушка Небесная Помогает Нам Избавиться И от Искушений Выпавших На путь Семейной Жизни Когда У кого Все Что угодно Бывает В их Жизни В основном Женщины Обращаются К этой Иконе Они Просят Чтобы Их Брак Был Счастливым Чтобы Сохранилась Семья И Отзывы Многих Верующих Говорят О том Что Пресвятая Богородица Помогает Подарить Не только Душевный Покой Но и Сохранить Даже Молодость И красоту Тела Молящегося Не только Женщины Обращаются К этой Богородице Я уж Точно знаю Я видела И в церкви Много раз Слышала В праздничный День Этой Иконы Это 16 апреля Он в этом году Как раз Совпадает С Пасхой То есть Вот Этой Иконой Я Решилась Ее Все-таки Вышить И подарить Ее Своей Дочери Которую Я не подарила В день Свадьбы Но Все-таки Я хочу Своё Желание Исполнить То, Которое У меня Осталось И закралось Такое Сугубо Мое Подсознательное Подсознательно Оно у меня Сидит Что я должна Была Эту икону Подарить Все-таки Я хочу Ее Исполнить Свою Эту мечту Девчонки Спасибо Девчонки Мальчишки В общем Любители Вышивки Спасибо Огромное Что были Со мной Вот Всего вам Доброго Вышивать Или не Вышивать Решать Конечно Это вам У каждого Свой Взгляд На это Всего вам Доброго До новых Встреч Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...